Друзья, на курсе кинезиотейпирования в компании Эмникер у нас выдалась возможность, нам пришел очень больной человек, очень болит спина. Первое, что мы должны разобрать, понять, что в статике у нее не болит. Она говорит, стоит, да. Когда я долго стою или когда я долго хожу, она начинает болеть. Потом я, например, поделаю какие-то упражнения, и мне становится легче. Какие там критики? Даже если я буду долго сидеть, она у меня заболит. Ну йогой когда, ну вот именно такие, что-нибудь шикарное. Смотрим. Нет, 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 ты стой. Не двигай руку, пускай как висит, так и висит. Здесь прогиб. Очень сильный прогиб. Еще что, очень ярко выражено, что? Падение таза. Наклон таза. Да, таз вперед. Очень. Руки сзади. Ну для девочки нормально, когда руки немножко сзади. Окей. Упавший таз вперед, погиб поясница. Значит у нее проблема? Связочного таза. Связочного таза. Значит по связке. Логично. Логично. Ну пока, да. Еще как проявляется связочное нарушение в теле? Правое плечо. Я тебе сейчас доску принесу. Правое плечо выше. Сейчас. Сейчас я пальцечки поставлю. Логично. Логично. Лопатки. Вот тебе доска. Сейчас. Сейчас. Да, лопатка. Не могу нащупать. Подожди. Плечики вперед еще сделай. Нет? Назад. Не надо напрягаться. Да, я понял. Я посмотрю эти. Вот чего брать. Ну здесь нет зензами. Здесь как бы это. Давай так. Рисуй. 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 Шея. Плечи. 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 Таз уже посмотрел? Нет, еще не посмотрел. Зачем рисовал? Так. Чтобы было. Крылья тебе можно. Та-та-та-та-та-та. Ну, как будто чуть-чуть вот это выше. Она не будет выше. Вот просто наклонено вперед. Вот собрал вот здесь. И вот так положил. Ровно. Ровно. Да. А ребра? Я не вижу ребра. Ребра нет. Вот это вот выше. Вот там нарисуй себе ребра. Ну вот так вот. Нет. Со стороны смотрим? Да. Отлично. Если бровь здесь выше, здесь таз ровно, то для таза это вот так? Да. Значит, вот здесь вот так. Таз нарисован. Для таза как? Да. Ну, да. Угол раскрытия. Ну, вот нарисован. Выведи сюда побольше. Теперь отсюда-сюда выведи. Уже получился зигзаг? Да. Да. Отлично. Дальше где посмотришь? Бедренные, таза бедренные. Вот, таза бедренные здесь положим. Таза бедренные здесь ровно. Да, ровно. Здесь ровно. Да, все. Ровно. Отлично. Ну, может быть, здесь им заканчиваться, может, для них не очень нам подходит коленочки. Согни чуть-чуть ножки. Ну, все. Вот, возьму коленный чашечек сверху поставим. И... Как скажешь? Ровно они стоят. Ровно, да? Да. Ну, вот. У тебя. Здесь голова. Логично? Да, голова ровно стоит. Ну, голова ровно, угол раскрытия для меня. Да. Вот такое вот нарушение шахвата. И уши? Уши ровно. Точно? Ну, чуть-чуть левая, может, выше. Левая выше. Чуть-чуть, может. Писать с тобой, да? Да. Тогда вот так. То есть, если есть связочное нарушение, оно проявляется в шахматном порядке. Почему? Потому что связки связаны между собой в перекрестном паттерне. Это, 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 это. И вот таким образом пошел. Вот у нее вот такой зигзаг. Вот здесь как будто более-менее ровно. Возможно, это нисходящая проблема с чередем. Возможно. Все, окей, это определили. Дальше. Наши не связочные? Да. Хамстрин. Красно. Дай мне пяточку. Все, дисфункция вернулась. Погладил. Не делай, я сам все поднял. Дари пяточку. Сила. Не основная. Не почему-то она показала, что основная. Потому что ты ее вот так поделал. И первый раз, и второй раз. Вот так поделал. Раздражал, раздражал, раздражал. Ну, то есть не пораздражал. Раздражал, пораздражал, пораздражал. У тебя сейчас любая такая связка отреагирует таким образом. Угу. Понимаешь? Ну что нам дисфункция? Ну смотри. Даш, не поднимай меня, я сам буду всё поднимать. Дави пяточкой. Вот тот сустав будет поражен? Да. Ну вот если это колено поражено, тот сустав тоже должен поражен. Вот пахнулся на сквозь. Раздражаю, раздражаю, раздражаю. Угу. Ну что же самое получается, то есть ты просто раздражаешь связку. Ну а как же тройной стимул? Ну вот это не тройной стимул. Тройной стимул это раз, два, три. А вот это сколько стимулов было сейчас? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Девять? Угу. Отлично. Дай. Хорошо. Слабо. Значит это не первичное? Нет. Не первичное. Там тоже поражение? Да. Раз, два, три. Дай. Вторичное? Угу. Отлично. Забедренное. Кто будет? Клечами. Раз, два, три. Дай. Вторичный. Отсюда кто пойдет? В НЧС? Угу. Нашел? Угу. Разница понятна? Угу. 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 Ножку выровняли. Нагрузка ушла с коленой. Дай вверх. Проблемы нет. Отлично. Если так, то этот сустав должен стать проблемным. Это не паттерн шага. Угу. То есть в кинезиологе у нас паттерн шага есть. Показываю. Даю. Это не паттерн шага. Это связочная дисфункция. И вот этот НЧС. Проблемы. Сюда. Туда. Нет. Нет. Челюсть. Снести сильно. Всё. Не держит челюсть. Вот тебе связочная нарушение. Откуда идет? С черепа. Вот здесь каким-то образом фтозуб компенсируется. Таз наклонился, скомпенсировал. Теперь тебе эта мышца не нужна. Понятно? Угу. А тебе нужна была только для поиска. Работка. А вот. Вот сюда. Да да да. Дай. Дай. Да. Дай. Сто. Три. Сто. Три. Три. Сто. Вот. Сто. Сто. Три. Так, одну нашли, еще здесь, дави. Ты нажал, солнце побыла и прошла. Так я вживел в компьютер, я сухожилие два взял. А ты сейчас два сухожилия? Да. Озвучил я ж не видел. Дави. Здесь, дави. Снится. Дави. Дави. Что-то здесь. А не расслабь. Вот, связка здесь идет вот эта паховая. Дави. Да. Дави. 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 Сюда. Дави. Дави. Да. Рука должна быть ее здесь. Дай. Нет. Сама нажми. Здесь прижми. Дай. Да. И еще одна. Еще одна. Допустим, здесь. Дай. Да. Вот здесь. Не дотянется, посади. Нет, ты. Там тоже раздражали. Вот, где ты руку держишь тоже. Дай. Дай. Все? Да, сейчас. Дари. Нет, еще реагирует. Не должна реагировать. Значит, что-то не так сделано. Дари. Все, сама бросила. Значит, та симптоматика должна пройти. И предыдущее тестирование, которое показывало дисфункцию связок, тоже должно исчезнуть. Поехали. Нет, оставь. Дай. Все. Так, отрежу. Дай вверх. Нормально. Дай ей стенку. Тоже нормально. Для тех, кто смотрит видео, ребят, это не паттерн шага мы тестируем. Вообще, в идеале, паттерн шага, ну, как бы работает, есть несколько видео на моем YouTube-канале, где я показываю, типа, как мы через паттерн шага тестируем. Но на самом деле мы тестируем не паттерн шага, а связочное нарушение, как выясняется. Почему? Почему? Потому что, когда человек лежит, мозг понимает, что он никуда не идет на самом деле. Он только в позиции стоя понимает, что тело пошло. В этой позиции он никуда не идет. И в этом положении не должно быть никаких дисфункций. Ну, просто я вас обращаю к тому, что это новое знание, и они более системные. И не должно быть дисфункций в положении лежа, потому что тело не испытывает гравитационной нагрузки никакой. Наверх. Сань. Так. Наверх. Давай посмотрим. Смотрим. Ну, стал лучше. Лучше стал. Да. Ну, возможно, не ушло не до конца. Негодицы вышли, прогиб меньше. Да, то есть. Ничего тут, смотри. Ну, плечо. Ну, так же. Плечо осталось. Окей. То есть, с тазом мы разобрались. Это, понятное дело, это было связочное нарушение. И даже, кстати, ягодицы стали. Да, да. Тем более округлые видно, что таз ушел назад. Далее. Ну, верх остается. Остается верх. И если отсюда посмотреть, где падение. Таз ушел назад и прогиб остался. Да? Для начала давай затейпируем я в НЧС. Он наш сегодня просто трейпирует. Если связочное трейпирование, то вот так будешь собирать. Ага. Дай. Нет, так, нет. Дай. Так, да. Дай. Да, так, да. Все, вот это место поставишь. Извини за макияж. Ну, почему мы не можем узнать это? Хамстринг, да? То есть, дельта, ну, вроде как бы хорошо. Давай хамстринг тоже протестируется в этом положении. Просто поставь себе. Другой, тот будет травмород. Ну, вот пяточкой оно как будто ты назад. Ага. Дай. Сильно. Работает. Нормально. Поехали. Будем заниматься черепом. Словеный ее череп. Что особенного? Уши почти за затылком. Видишь, да? Вот затылок, а вот ухо. Вот какой промежуток для мужичка всего остался. А это все лицо. И? Что это значит? Все натянуто сюда. Череп уехал вперед весь. Почему-то. Окей, нам нужна провокация. Место. Почему эта провокация работает? Химия, структура, нейрология. Найти место, пролечить место, подержать голову. Почему? Потому что в любой непонятной ситуации держать голову. Я вам показывал на предыдущих занятиях, на одном из первых, как кость строится. Кость строится следующим образом. У нее есть наружная поверхность. Вот здесь клетки друг на дружке лежат, как панцирь. Она имеет определенную жесткость на излом. А здесь есть клетки, которые всяко-разно хаотичны. Это просто фасция закальцинированная определенными солями. И это тоже как бы ткань, которая поддается изменению. Так вот, ее задача выдерживать нагрузку. Но нагрузку уже вертикальную. Вот таким образом. Сейчас он нашел на кости два триггера над костницей. Допустим, здесь. И один триггер, это там нашел. Больно еще. По большому счету, он воздействует на фасцию. Не на соли эти, которые фасцию кальцинируют. И кость просто будет менять свой состав внутри. То есть, вот эти линии натяжения внутри кости, они изменятся. Все, легче. Все, ты загружай. Дай. Дай. Все. Давай, тест. Дай. Дай. Все нормально. Давай посмотрим на нити. Вставай. Трагит меньше? Во многое меньше. Даже руки вперед немножко пошли на камеру. Видно? Ручки делали. Вот здесь у нее локоточки почти были. Сейчас вот поясничка продлинула. Все, отлично. Наполняйся. Расскажи нам про напряжение своей поясницы. Нет, напряжение у меня нет. Хорошо. Стало лучше, чем... Стало лучше, чем было. Замечательно. Спасибо большое, Кирилл Николаевич. Иван за познавательный разбор клиентов. Посмотрим, что можно еще сделать. Посмотрели связочную цепь. Взяли. Протестировали. Все хорошо. Все хорошо. Возьмем... Ложись на спинку. Перепроверим бицепсы. Дай. Вообще расслабилась, да? Да. Стой, стой. Пяточка к себе. Хорошо. Замечательно. Все работает. Лежа работает. Дай вверх. Здесь работает. Здесь работает. Теперь посмотрим в паттерне шага. Вставай. Когда долго ходит, она что сказала? Болит поясница. Болит поясница. Ее походить, да? Не надо зачем. Ты сейчас столько долго не сможешь ходить. У нас там пленка закончится. Шаг вперед. Шаг вперед. Остановись. Все, дай. Вот это в паттерне шага дисфункция. Дай эти. Мышцы не расслабляются в этом шаге. Давай. Вперед. Другой ногой. Зачем? Давай. Все. Еще раз. Заново. Эта ногой. Эта же ногой. Опа. Остановись. Отлично. Дай. Зачем ты погребаешь вторую ногу? Стой уже. Все. Это называется гипертоничный шаг. В чем может быть проблема? Химическая, энергетическая и так далее, и так далее. Но чаще всего это интоксикация. Вставай. Но не всегда. Шаг вперед. Дай вверх. Обычно люди, когда кладут ручку вот сюда. Все. И должно все пройти. Но ничего не проходит. Значит, эта проблема не... Не химическая. Вообще не химическая. Значит, есть скрытые нарушения в упорно-двигательном аппарате. Расслабь. Дополнительная нагрузка. Все поменяла. Все поменяла. Я родилась дисплазита запятанного сустава. Какого из них? Не знаю. Так просто. Формулировку только такую знаю. Да. Ладно. Бог с ней. Значит, есть скрытые нарушения в самом паттерне шага. Когда она идет. Когда она лежит, это нарушение не проявится. Почему? Потому что нагрузка на опорно-двигательный аппарат неоптимальна. Ну, она лежит же. Вставай. Ножку вперед. Что-то страшно, что ли? Вперед. Как вы думаете, куда мы опять вернемся? Мы вернемся на череп. Потому что у нее явно проблема черепа. Не потому, что мы так продиагностировали. Потому что у нее ушки практически там, где косичка. А голова здесь, спереди. Поэтому у нее неоптимальный шаг. Будем работать с черепом. Садись. Тататататата. Да. Нет. Вот здесь. Вот здесь, когда создаю по этой дуге нагрузку, возникает проблема в индикаторной мышце. Так? Угу. Так. Создали. Ввели в компьютер. Смотрим, какая косточка. Височная. Нет. Верхняя челюсть. Нет. Нижняя челюсть. Да. Нижняя челюсть. Да. Все. Проблема нижней челюсти нужно найти на триггеры на нижней челюсти. Так как зубной ряд уже выстроился, у нее эта челюсть, у нее как бы для организма это норма. Мы сейчас косточку вот эту поменяли, и эта норма стала какая? Ненормой. Угу. Логично же? Все, отлично. Сюда поставь свою ручку. На угол. Да. Дай. Нин. Дай. Есть. Дай. Есть. Немножку вверх подниму так. Дай. Вот три точки. Где-то здесь должно быть больно, скажешь мне. Здесь? Угу. Здесь? Угу. Здесь? Угу. Здесь? Угу. Здесь? Угу. Угу. Чуть-чуть потерпишь? Угу. Опускает? Угу. Терпи. Ну, ты можешь кричать, если хочешь. Угу. Неудобно. Неудобно? Кричать неудобно. Через нос кричи. Угу. Все. Прости. Все. Дай вверх. Дай вверх. Все. Походи. Угу. Просто ходи туда-сюда. Ну, хорошо. Ну, ты еще ходи. Ну, сейчас у тебя немножко. Все? Стоп. Ну, хорошо. Дай. Ножку вперед. Побольше, да? Дай. Все хорошо. Дай. Ну, теперь хорошо. Меняй ножки. Здесь нет. Здесь не поменялось. Значит, что? Надо топать дальше. Ну, и таким образом разгребать твой череп. Будем? Давай. Сюда. Дай. Дай. Есть. Есть. Челюсть. Уже не челюсть. Косточка. Нет, не косточка. Височная кость. Височная кость. Окей. Есть и височная кость. Все, садимся опять. Что нужно найти? Ну, сначала найти дисфункцию. Так. Вот я ударяю. Беру индикатор. Делаю компьютер. Проверяю. Точку еще одну здесь. Нет. Здесь. Все. Поставь свою руку вторую туда. Отлично. Нашел. Вторую. Нет. 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 Да. Хорошо. Нет, это руку. Ты мне. Это руку просто. Дави. Хорошо. Ну, еще где массировать. Дави. Да, нашел. Здесь больно, да? Угу. Все. Потерпи чуть-чуть. Приятно? Угу. Я потихоньку. Легче. Нет. Так. Пока всем не легче? Легче. Нет. Повторим. Что мы нашли? Мы нашли связочный таз. Правильно? Мы нашли связочную дисфункцию, потому что был шахматный порядок расположения регионов. Так? Проверили это через мышцу, которая отражает ассоциативно это нарушение. Так? Это был бицепс бедра. Он был какой? Гипотоничный. Нашли связки. Отредактировали связочный таз. Ну, связочное нарушение, так скажем. Далее, что? Затейпировали связку. Итого. Курске наизиотейпирование, которое сейчас мы проходим, на 90% состоит из диагностических и лечебных подходов к самим нарушениям. Не связано с конкретным тейпированием. Хотя аппликации, которые требуют определенных моментов, мы проходим тоже. Это как реклама. Ну, что, как? Полегче. Полегче, пускай. Что мы проходим здесь? Мышцы. Все уже выучили? Все выучили. Меофасциальные цепи. Все выучили? Выучили. Как искать кинематические цепи? Выучили? Выучили. Как находить скрытые дисфункции цепи? Выучили? Выучили. Поражение связочной цепи. Выучили? Выучили. Мышечные поражения? Выучили. Научились их лечить? Научились. Внутрикостные дисфункции научились лечить, находить? Научились. Кто молодцы? Мы молодцы. Доверх. Доверх. А также мы выучили, что любая дисфункция мышечного характера, когда ее пролечиваешь, переходит в связочную дисфункцию. Связочная дисфункция нам открывает или переходит внутрикостные дисфункции или суставные дисфункции, в том числе, если это брать таз, мышечный таз переходит в связочный таз. Связочный таз переходит в какой? Суставной таз или костное нарушение. Далее перейдет в дуральное нарушение, в дуральную торзию. И обычно так и бывает, когда мы до конца пролечим клиента, у него возникает дуральная торзия и гипотонус тотальный всех мышц. Тогда мы кладем человека на спинку и что говорим? Ложись на спинку. Мы говорим, что в любых непонятных ситуациях нужно держать голову. А зачем? Чтобы раскрутить твердую мозговую оболочку.